Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Швестернант Брудер, как говорится. Мы сегодня займемся здоровьем наших студентов. И сегодня небольшое такое сообщение по самодиагностике. Мы должны сами себе диагноз ставить на основе научных данных, накопленных в период советской власти, где медицине уделялось большое внимание и медицина была на очень высоком уровне. Вот мы займемся самодиагностикой, то есть по почерку, по нашему первому возьмем по почерку, потому что студентам очень много пишем и глядя на наш почерк нужно определить основной наш тип здоровья, да, какие болезни у нас превалируют и чем надо заниматься в первую очередь собой, да, когда мы занимаемся собой, с чего начинать, какие слабые точки, как говорится, да. Вот диагностика по почерку. Где у нас тут? Да, вот. Берем опять же эту книгу, да. Взять чистый, без клеточек, линеек, лист бумаги, просто чистый лист бумаги и написать на нем карандашом или шариковой лучкой около 10 строчек. Потом по проведенной таблице оценить свой почерк. То есть мы пишем, да, кстати говоря, нигде мы не видим вот наш гарант, чтобы фоксимильное было произведение, да, а то если мы у Ленина Владимира тоже знаем, у нас везде в изданиях есть фоксимильные материалы по его почерку, да. Вот апрельские тезисы, скажем, да, как они написаны. Вот, тезисы. Видите, какой почерк гениальный, да. И вот здесь как раз где-то около 10 строчек и можно определить тип человека. То есть чем человек страдал, болел и какой у него характер. Значит мы написали 10 строчек, там какое-нибудь письмо или взяли свое старое письмо и смотрим. Первое, что мы должны обратить внимание, это общее качество почерка. Характеристики возьмем и определим их цифрами. Тут три позиции. Все слова написаны очень небрежно. Это берем 3 тогда балла, за это ставим 3 балла. Потом будем суммировать. Смешанный стиль. Часть слов написана аккуратно, часть небрежно. Восьмерку ставим. И все слова написаны очень аккуратно. Это 12 баллов. Вот это значит первая строчка будет у нас. Вот. Все слова написаны очень небрежно. Смешанный стиль. И все слова написаны аккуратно. 12. Вот такая раскладка. Это общее качество почерка. Теперь второе берем. Соединение букв в слове. Почти все буквы в слове отделены друг от друга. То есть с какими-то интервалами. 22 ставим. Почти все буквы в слове соединены друг с другом. И это 18 баллов. Далее. Третья характеристика. Это у нас была какая характеристика? Соединение букв в слое. Потом связка А. Сила нажима. Сила нажима берем. Сейчас мы расправим. Сила нажима. Сила нажима. На бумагу. Сила нажима на бумагу. Это карандашом мы пишем или шариковой ручкой. Сильный бумага продавливается. Ставим двадцатку. Средний. Четырнадцать. И слабо еле-еле прописываются буквы. Прикасаясь к бумаге. И это ставим три. Два даже. Нет. Семь. 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 Вот так вот. Следующая характеристика. Направление строчек. Строчки идут вверх. Строчки ровные и прямые. Вверх это ноль, значит. То есть вниз это ноль. Если строчки вниз, то нулевку. Если ровные и прямые одиннадцать. А если идут вверх, то пятнадцать. Форма букв. Угловатые. Вот как у Ленина. Угловатые. Да? 18 за это. Неопределенная форма букв. Часть круглая, часть угловатые. Это девять. И круглая форма букв. Восемь. И последняя характеристика. Размер букв. Если крупно пишем от семи миллиметров. А от семи и крупнее. То это девятнадцать. Если три пять. То есть пять семь миллиметров. То пятна шестнадцать. Если три пять миллиметров. Маленькие буквы. Ну как обычно. Вот три пять миллиметров. Шрифтом, как мы пишем. На рисовании нас учат. Три пять миллиметров. Под чертежами подписываем. И бисерные буквы. Меньше трех миллиметров. Это двойка. Вот таким образом. Значит еще раз показываем. Диагностика по почерку. Все слова написаны небрежно. Смешанности. Часть слов написана аккуратно. Часть небрежно. Все слова написаны очень аккуратно. Почти все буквы в слове отделены друг от друга. Почти все буквы в слове соединены друг с другом. Сильный нажим на бумагу. Средний и слабый нажим. Строчки вверх, прямые, вниз. Угловатая форма букв. Неопределенная форма букв. Круглая форма букв. И большие буквы. Средний, маленький и бисерный почерк. Соответственно, вот это мы все смотрим. Теперь мы, когда цифры все, надо сложить. Сложить. Свои характеристики наши и сложим. Вот как я вам показывал тезисы Ленинский. Я тут сложил. Для него эти характеристики выписал. У него, значит, первая позиция 3. Потом идет 18, 14, 15, 18, 2 и 5. Ну, все это я складываю. Складываю, получаю 75. Так же и вы для себя тоже делаете. Дальше делаем вывод. Вывод следующий. Сколько получилось? Вот для Ленинского, да, вот это документы, тезисы, да? У него 75. И сказано, что вот если от 48 до 72, а, то есть от 72 до 95, вот он попадает в этот интервал. От 72 до 95. Эти люди с устойчивой психикой. А там вот где-то в мемуарах, там Ленин псих какой-то был, и все такое прочее. Все это чушь. По почерку видно, что у него психика, ну, иногда он, значит, энергичный такой, но все равно психика устойчивая. Они часто болеют просудными заболеваниями. Ну, это так у него, наверное, и было. И страдает от нарушения сна. Ну, это то же самое, да, у него было. Значит, он как раз сон свой улучшал. Он хорошие книги клал под голову, а плохие в ноги туда. Тогда у него сон улучшался. И имеется склонность к эндокринным заболеваниям и инфарктам. Вот это его характеристика Ленина по почерку, да? Вот таким образом. И теперь мы сейчас... Если меньше 48, так получилось у вас, сумму пробили, и получилось меньше 48, то такой почерк характерен для пожилых людей и лиц с сильно ослабленной иммунной системой. Вот иммунитет. Мы как раз сейчас изучаем иммунитет к этим вирусным заболеваниям. Это меньше 48. От 48 до 72 люди с таким почерком страдают от неврозов, склонны к ожирению, аллергиям, проблемам с желудочно-кисочным трактом. Они часто ведут малоподвижный образ жизни. И вот от 72 до 95 я прочитал. Это Ленинская. Устойчивая психика, простуды, нарушения сна, эндокринные заболевания и инфаркты. От 95 до 105. Для людей с таким почерком характерно повышенное артериальное давление. Они очень часто не соблюдают предписание врача, склонны к артритам и диабету. И более 105. Такой почерк характерен для агрессивных людей. Они страдают от язвы в желудке и болезни сердца. Часто у них наблюдается зависимость от различных стимуляторов, алкоголя, наркотиков, успокоительных препаратов. То есть, вот такие люди уже под подозрением, как наркоманы будут. И даже человек не знает, но мы его определим. Если мы находимся там где-нибудь в учебной части или там в деканате, то мы такого студента сразу определим, как наркомана. Что я тут хотел вам показать? Вот то, что я сказал, я хотел показать. А, нет, вот так вот, да? Меньше 45, значит, то есть 48. Для пожилых людей, сильно ослабленной иммунной системой. От 48 до 72. Страдают нервозами, склонны к ожирению, аллергиям, проблемам ЖКТ. И часто, значит, малоподвижный образ жизни ведут. Ну, это вот мы такие студенты, да? Уседчивые. От 72 до 95. Это Ленинская, да? Эти люди с устойчивой психикой. Они часто болеют простудными заболеваниями, страдают нарушениями сна. Имеют склонность к эндокринным заболеваниям и инфарктам. Вот от 95 до 105. Для людей с таким почерком характерно повышенное артериальное давление. Они очень часто не соблюдают предписание врача, склонны к артритам и диабету. И вот эти вот условно наркоманы, больше 105, если сумма. Такой почерк характерен для агрессивных людей. Вот а вот агрессия, да? Вот с ножами бросаются, как сейчас вот на этом, на автостанции набросился с ножом на двух охранников. Вот если бы кто проанализировал его почерк, то он его взял бы под наблюдение. Они страдают от язвы желудка и болезней сердца. Часто у них наблюдается зависимость от стимуляторов алкоголя, наркотиков и успокоительных препаратов. Простая и серьезная, да? Все такое простое, оно и гениальное. Вот таким образом. И мы даже сейчас вот законы смотрим, законы, мы нигде даже подпись гаранта не видим в эти законы. Просто написано штамп канцелярии и все. И даже иногда и дата не проставлена на этих законах. То есть никакие законы никакому ГОСТу не подчиняются. А как же, если он подпишется, мы же с вами сразу ощучим его заболеваний, да? К чему он склонен? Какой у него тип характера? Может, у него больше 105? Вот таким образом. Нет у нас ни полного собрания сочинений речей гаранта. Казалось бы, он уже вот за 20 лет, уже, наверное, тому в 50-е можно речей-то, и всяких выступлений, и все такое прочее. Раньше был институт марксизма-ленинизма, и все труды Ленина собирались, а у нас нету такого института путинизма. Пора давно создать, ведь это особое такое направление, да, путинизм. Вот, и надо бы тоже полное ПСС собрать вот эти. Записи же все есть, превратить все в текст, книжечки составить. А вот у нас проблема, нечем занять полиграфией. Пожалуйста, издавайте вот эти полные собрания сочинений всех великих людей, начиная с Путина, потом президентов американских, Трампа выступлений, ну, вот это японского президента. Вот это же полное собрание сочинений издавать, красота же будет, правильно? И тиражи большие можно набрать, и везде распределить. Это прекрасно будет, да, тогда будет, для истории это будет колоссальный вклад. И для работы полиграфии это будет загружено все типографии страны, заказом, этим госзаказом будет загружено. Вот таким образом. Это мы все работаем на наше здоровье, наших студентов. Следите, берегите себя. И в соответствии с теми слабостями, которые обнаружите по почерку, принимайте меры, то есть защищайте. Если эндокринную систему защищать, артриты, значит, противопрофилактические средства. Мы потом отойдем до этого, как лечение болезни и профилактику. Все это мы постепенно рассмотрим. Пока мы будем заниматься только самодиагностикой, чтобы знать, на что мы, как говорится, способны и на что не способны. Всего доброго, до новых встреч. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok